Последняя неделя каждого месяца для депутатов Госдумы – это время работы в округах. Обязательные встречи с избирателями. В общественную приемную «Единой России» к Дмитрию Юркову обратились жители деревни Верхняя Золотица с продуктовой проблемой. Доставить килограмм груза морем – это 25 рублей. Накручивается сразу авиация – это 42-45 рублей. Я вот тут вам пример привел. Прошлое лето, допустим, сахарный песок здесь он 45-50 рублей, у нас в Золотице он до 100 рублей доходит. Люди предлагают предусмотреть дотации для перевозчиков, чтобы они не компенсировали свои транспортные потери за счет жителей. Давайте мы запрос сделаем у нас в Министерство транспорта. Во-первых, поймем, сколько у нас таких отдаленных есть и необходимых деревень и территории. И посмотрим на возможность создания какой-то региональной программы. Контроль за строительной отраслью региона – приоритет в работе депутата Андрея Палкина. Особое внимание социальным домам на Московском проспекте в Архангельске. Палкин не понимает, почему подрядчик везет строительные материалы из Чувашии, а не заказывает у местных производителей. Недоверие и к организации работы на стройке. Для того, чтобы это все реализовать, сегодня как минимум должно здесь работать в 2-3 смены, круглосуточно работать и без выходных. Надеюсь, что, как обещают, первый дом сдать в мае, а мы приедем, посмотрим. В любом случае дома должны быть сданы до 1 сентября. Елена Втарагина на региональной неделе обсуждала с врачами родильных домов проблему создания бэби-боксов. По мнению депутата, регионы должны самостоятельно решать, где их размещать. Сегодня мы с Оксаной Пушкиной, с Ириной Родниной внесли новый законопроект. У нас уже их несколько по бэби-боксам. Мы внесли буквально вот в этом месяце новый, где говорим, он очень короткий. Мы даем возможность сегодня субъекту Российской Федерации самому решить, где ему сделать бэби-боксы, в каком роддоме. Куда-нибудь, ни на лавочку, ни в подъезд подбросить под дверь, а в бэби-бокс обустроенный. И, конечно, медицинская точка зрения здесь едина однозначно. А это встреча с губернатором. Глава региона просит депутатов активнее лоббировать интересы Архангельской области на федеральном уровне. И признает, что наши избранники не потерялись в Думе. Законодательных инициатив от них поступает достаточно много. У нас есть с вами необходимость встречаться на этом уровне, мне как губернатору, потому что Москва остается Москвой и много важных для региона вопросов решается там. Артемий Заварзин, Алексей Шемякин, Ирина Ившина. 7 дней в регионе.